Итак, друзья, это не первая тема, но тем не менее я еще раз поговорю о ней с вами. Почему новички не понимают, как изучать язык программирования? Посмотрим на примере Solidity и Python. И разберемся, как мы будем изучать, чтобы действительно программировать. Причина основная – это неверный план изучения. Новичок не может понять логику и ответить на вопрос, что и к чему. Значит, становится вопрос, а почему он неверный? И второй вопрос становится, а что есть верно? Ну, а почему он неверный? Неверный он по одной простой причине, что все справочники, а люди не очень-то хотят думать и составляют книги на примере справочников. И получается, как правило, в справочниках идут типы, далее рассматривается куча вещей, в конце концов новичок начинает плавать. Когда я ему объясняю типы данных, он думает, зачем мне это все нужно, когда я буду программировать. Когда он проходит дальше, он уже забывает про эти типы, он в них запутался. В конце концов, проходит дальше, дальше, дальше. В результате что? Куча мусора в голове. Это у нас открыт Python. Мы можем открыть Solidity Lens. И, в принципе, будет та же структура. Единственное, что у Solidity есть контракт. Опять. Types. И так далее. Так, а как сделать правильно? А давайте-ка откроем Django исходный код. Ну, например. Абсолютно любой. А нет, вот давайте проще сделаем. ViewHee откроем. Да. Generic, где, в принципе, все без разницы, по сути дела. И начинаем смотреть на код. Что мы видим? Def, 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 def. Если вы откроете солидность, то вы увидите Function, Function, Function. Просто это ключевое слово, как обозначается функция. В данном случае это класс, это методы. Метод отличается тем, что имеется обязательный аргумент Self. Но это мы изучали в Python. Я скажу подальше. В любом случае, функция в классе, это та же функция с определенными какими-то конкретными отличиями всего лишь Self. Но это та же функция, работая по тем же законам, только используется в классе. Иными словами, основная часть строительного блока. Так вот, проблема решается именно так. В школе, допустим, spb.tut.ru, когда мы изучаем Python, здесь мы изучаем несколько языков Python, Kotlin, JavaScript, мы начинаем с функций. Почему? Я сейчас еще раз объясню. У нас же стоит вопрос изучения блокчей. Ну, тут мы будем использовать абсолютно тот же метод. Мы будем изучать тоже функции. И дальше пойдем. Почему именно так? Потому что основной камень преткновения, когда новичок начинает изучать типы, они разные в языках, но, как правило, в всех языках есть, допустим, строка strings, есть числа, ну и далее абсолютно разные типы. Где-то есть последовательность списка, как Python, где-то есть массивы. Сейчас пока не будем углубляться. И вот новичок думает, а нафига мне этот массив. Вот давайте на пальцах для совсем маленьких разберем, а потом как раз таки вернемся к функциям, чтобы вложить логику. Почему? Потому что основная причина, ребят, повторяю еще раз, основная причина. Новичок не может осознать логику. Когда он начинает изучать так, как устроен справочник, это удобно для использования справочника, просто примерно представляешь, где и что, чтобы быстро посмотреть. Но учебный материал это неудобно. По одной простой причине, я сказал, теряется логика. Что же, что же эту логику ставит на место? Абсолютно верно. Основная единица современных языковых программирований, которые мы изучаем, это функция. Иными словами, когда включается несколько действий. Но прежде чем понять, давайте-ка посмотрим такую вещь. Итак, ребят, смотрите. Вот я открыл картинку строительства блочного дома. Взял любой пример из интернета. Для того, чтобы въехать в язык за три минуты, нам надо всего лишь три вещи. Первое. Первое. Сложить несколько действий. То есть... Нет, не так скажу. Как что-то назвать? Ну, например, смотрите. Вот вы видите здесь блоки. Вот они. Понятно, что в голове вы знаете, это блоки. Даже можете прикинуть, это магазин. Но в языке программирования надо все прописывать. То есть, мы не можем языку программирования просто сказать компьютер, это блоки. Это надо записать. Значит, для того, чтобы это записать, нужна какая-то вещь. В языке существует такая вещь, как переменная. Переменная. Вы переменную используете каждый день, тысячу раз в день. Например, когда вы открываете свой телефон, и у вас там, допустим, телефон там Игорь, Аня, за Игорь, допустим, и дальше идет номер телефона данные. У вас стоит образ конкретного человека, его телефон. То есть, это ваше переменное. Потому что у другого человека, может быть, Игорь, совсем другой человек. Это его переменное. Понимаете? То есть, когда вы говорите, дай мне мой шнур от телефона. То есть, мой шнур, это и есть переменная для члена вашего семьи. Член семьи, ваш член семьи, там, жена, брат, сестра и так далее, понимает, что это тот шнур, который, заряд который лежит там на окне. То есть, переменные, только мы это делаем быстро. А в языке надо это прописать. Второй момент. Нам надо, чтобы въехать быстро в язык и понимать, некая конструкция, которая может выразить несколько действий. Несколько действий. Вот так будет правильно. Ну, например, мы хотим приготовить чай. Вы четко понимаете, вам ничего не надо подсматривать. Для этого надо взять чайник, налить туда воду, либо электрический, либо такой. Если электрический, то всунуть в розетку. Вилку. Если это обычный чайник поставить на плиту, это значит, надо взять спичка, либо зажигалкой от газа включить газ. Поставить чайник, закипятить, взять кружку. В общем, много-много действий. Вот эти действия можно написать, как правило, в функции. То есть, нам надо конструкция, в которой можно столько записать. Теперь, остается один момент. А как же языку объяснить, что есть что? Ну, например, давайте отойдем от блока. С чаем, наверное, это проще будет. Вот я открыл чайник. Вот смотрите, ребят. Очень простой момент. У нас есть переменные. У нас есть несколько действий. Возьмем функцию. Будем считать, что функция – это мини-программа, в которой можно описать несколько действий. И следующий момент. Нам нужны типы. Давайте-ка подумаем, как теперь все это оформить. Мы будем это делать в псевдокоде. Итак. Вот у нас чай. Но мы предположим только одно действие сейчас для экономии времени. То есть, заваривание чая. Чай. Заваривание чая. Для этого нам надо... Мы не берем там, что мы воду закипятили. Мы просто берем, надо кипяток. Надо кружка. Надо сам чай. Сам чай. И сахар. Я не беру там варенье и так далее. То есть, по сути дела, кипяток, кружка, чай, сахар. Да? Теперь смотрите. Смотрите. Есть переменные. То есть, нам надо назвать, что есть что. Ведь компьютер об этом не знает. И вы не знаете. Например, когда вы говорите, я хочу чая, и в голове вы уже прокручиваете, черный или зеленый. Это и тоже у вас переменные. Но для компьютера надо все рассказать. Посему мы берем переменный чай. Так и называем. Только сейчас мы пишем псевдокод на русском. Так будем писать на латынице. На русском не будем больше писать. Чай. Чай. И вот здесь нам для компьютера нужен тип данных. Давайте попробуем тип данных число. Число, да? Чай. Пять. То получится, как в анекдоте. Как мы можем понять, что пять это чай? Никак. Петька, приборы. 180. Что 180? Это 100 приборов. Абсолютно верно. Вот тут нам приходят на помощь как раз таки типы данных. Типы данных, которые имеются в языке, они сделаны подобно нашему мозгу, размышлению. То есть, например, если тип данных строка, которая обозначается, допустим, как правило, практически во всех языках двойными, либо одинарными кавычками, вот мы и пишем чай. То есть, переменная чай предполагает в данном случае слово чай. Но сразу говорю, оговорюсь, чтоб вы поняли. То есть, строка это не слово. Смотрите вот на этот адрес. Видите? Вот это что за слово? Не знаю. Это какие-то символы. Абсолютно верно, ребята. Раз и навсегда запоминаем для всех абсолютно языков. Строка это не слово. Это количество или набор символов. символов. Они могут быть разные. Просто в данном случае чай для нас имеет смысл. Мы переменную чай назвали чай. Вот и все. При этом переменная что делать? Переменная она хранится в памяти. Ну, проще всего это как оперативное в компьютере это все понимают. То есть, по сути дела вот этот чай имеет свое место, где записывается слово чай. и мы можем оттуда его излечь. Но я хотел, чтобы вы поняли, что не ассоциируйте строку тип данных с словами. Это набор символов. Или вот это, например. Это что? А вот это так может выглядеть ключ для проверки, для допустим сопоставления сервера и браузера. То есть, надо, чтобы ключ совпадал, тогда информация покажется. То есть, это набор неких цифр. Это символы. Но он тоже будет записываться для компьютера как строка. Одна строка совпадает, вторая совпала. Ага, можно показывать. Уловили. Второй момент. Нам надо кружка. Мы тоже берем переменную кружка. потому что переменные пишут таким образом, чтобы мы их понимали. И тоже берем как строка и называем ее кружка. Дальше. Абсолютно верно, вы уже догадались. Переменная сахар присваивается значение тип данных строка и она будет называться сахар. значение будет сахар. Кипяток. Вот не будем писать сейчас на English или Watcher. Будем писать вода кипяток. Тип данных для нас это будет вода 80 градусов по Цельсию. Теперь смотрите. У нас есть переменные, которые имеют значение. Теперь мы поняли тип данных. нам надо нечто сделать. То есть переменную мы использовали. Теперь нам надо все эти действия сложить. Во всех языках программирования по минимуму есть что-то либо функция, либо типа функции называется. Но в основных современных везде есть функция. То есть давайте запишем нашу первую функцию. Для того, чтобы записать функцию, не надо знать никакой язык. Надо просто знать с чего она состоит. Она у всех языков стоит практически одинаково с некоторыми. Сначала идет ключевое слово. Ведь язык программирования должен распознать. В Python это слово ключевое называется def. Далее идет название функции. Мы будем назовем здесь уже на ягрище назовем mine mine t не так хотел делать. Дальше у функции идут параметры. Смотрите параметры мы сейчас рассматривать не будем, но я дам рекомендацию. Посмотрите, ребят, мы будем говорить о солидности языке, поэтому изучаете второй язык. Мы функции kotlin spb-tube.ru проходите курс, применяйте курс Django. Нам пригодится и Django и Python. Чтобы у вас давайте теперь пропишем более близко к коду. То есть у нас идет переменная chai и у нее конкретно сейчас присвоен тип данных строка, который принимает символы. Здесь мы вписываем слово chai. Вторая переменная. вторая переменная. У нас идет кружка. Присвоим тип строка и у нас это будет кружка. Следующая у нас переменная идет сахар. тип данных сахар. И кипяток вода. есть. То есть у нас получилось вот так. И для того, чтобы приготовить чай, чай, мы просто складываем все переменные, незначения, переменные, и функция, как правило что-то возвращает, но может не возвращать, то есть результат. И есть для этого ключевое слово в языке вернуть в результате. Есть ключевое слово в языке print, то есть вывести на экран, и выведем нашу функцию. но это было можно, но а зачем? Если функция возвращает, она должна сразу работать. Давайте сделаем вот так. Это vstudio кода, запустим код, Python файл, и возьмем наш код. Давайте смотреть, что у нас будет. так как нельзя писать то, что у нас не является кодом, то мы это сделаем как комментарий. Тогда язык с нами согласится. И запустим. Итак, смотрите, по сути дела программа отработала, но ничего не произошло. Давайте добавим print. Значений то нету. Это такая же функция, только внутри языка, которая задача показать, что происходит. и у нас получается четыре слова. То есть как делать язык. Но оно у нас получилось вместе. Поэтому если мы здесь добавим пробелы, или вот так сделаем, поставим запятые, программу, теперь перезапустим программу, то в принципе все понимаем. Чай у нас получается вот из этих компонентов. Мы могли использовать здесь абсолютно другие типы данных. список. Мы могли использовать например совсем другой тип данных, список. у нас несколько чая, да, например, смотрите, мы могли, если у нас несколько типов, мы могли использовать другой тип данных, то есть собрать все вместе, как в шкафчике, вот у нас стоит там чай, заварка, все в одном шкафчике. Но для этого есть, допустим, в Python список. мы можем, мы взяли переменную самого списка. Пусть это было бы у нас черный чай. И этот тип данных для языка обозначался бы квадратными скобками. язык программируя распознает это список. Но в данном случае у нас есть переменные, где мы добавляем просто сюда переменную, делаем разные переменные. И здесь пишем черный, чай у нас идет зеленый. это все очень упрощенно, но оно отражает суть. Поэтому в это мы пока закомментируем. В список мы бы брали чай зеленый, то есть просто использовали список вот таким образом, размещали переменные. Как видите, мы уже тип данных у нас нету строка, то есть у нас нет никаких кавычек, потому что переменная просто вписывается как переменная, как слово, как оно и есть. Это потому что это всего лишь обозначение области памяти. И дальше мы перечисляем. Черный чай состоит из черного чая плюс переменная так все если мы хотели набрать второй список то это у нас был бы зеленый чай вот вам рецепт уже получается да уже серьезней код где было бы все то же самое только бы черный менялся на зеленый по сути дела это и есть уже понимание сути языка дальше уже обрастание языка всего лишь подробностями к нам идут гости if если будет мы приглашаем гостей если будет Наташа допустим она мы точно знаем что пьет только зеленый чай if если НАТО то пока будем очень просто делать принт то зеленый чай иначе 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 все остальные будут пить черный чай дальше уже идет просто обрастание языка но видите мы присвоим значение НАТО потому что мы же не можем просто слово написать это опять же все грубо да но тем не менее суть отражает мы не будем дальше лезть в дебри пока все изучаем итак по сути дела чтобы въехать в язык нам надо понять что основное основное это ребят функция вот и надо изучать язык с функцией почему это реально и почему это просто да потому что в принципе строку представляет каждый число представляет каждый уже можно начать для того чтобы понять что такое функция в языке в данном надо просто написать что она себя включает как мы начали писать да и но смотрите не и оно если мы посмотрим то функция в языках стоит где-то посередине да но на самом деле это и есть изучение определенным образом каким образом что значит такой определенный образ что надо изучать функции на самом деле изучать функции их надо любых языков всего три вещи первая вещь параметры то есть то что мы сейчас не писали то что пишется в скобках это далее и то что я говорю на сайте мы этим занимаемся серьезно школой spb.letu.ru смотрите параметры да то есть в разных у всех языков функции имеют параметры просто они разные например в языке питон есть параметры обязательные и необязательные да но правильно назвать есть позиционные и именованные да например если это будет параметр в python как переменная то это будет позиционный параметр если он будет иметь некое значение то это будет именованный параметр и так далее так далее там много исключений по сути дело первое эти параметры мы должны считывать на лету не задумываясь отсюда начинаются проблемы то есть человек зашел ему там давали некие типы он не знает зачем потом давали другое третье он также прошел кое-как функции и вот он создает себе вопрос я ж нифига не пишу ребят чтобы понять четкое представление есть сам способ изучения языка его я демонстрировал на курсе джанка да мы практически где проходим то есть мы постоянно работаем работали с документацией то есть открывали документацию и исходный код ну давайте откроем откроем джанк исходный код почему потому что основная задача работы с документацией если программист не использует документацию то в принципе он мучается да и надо чем быстрее перейти к документации тем лучше берем вьюху например берем генерик берем лист да тех кто жанга знает и смотрим то есть я учил ребят когда мы с вами первым делом смотрим на код мы считываем параметры да если мы не знаем что такое параметры то в принципе что мы будем считывать но сейчас это сложновато для новичков потому что надо проходить все сначала но в любом случае это все считывается моментально должно по взгляду второе передача аргументов с этого кода пока непонятно это все опять же мы делаем в школе передача передача аргументов хотя сейчас покажу друг и следующее исключение три вещи они должны быть затерты то есть что это значит этот код я закомментирую давайте напишем функцию которая подходила под эти вещи которых я рассказывал теперь смотрите я показываю насколько у нас вот у нас функция ключевое слово название какое придумали но лучше которое по ходу приходит у нас идет парам парам один парам два дальше берем переменную парам прибавляем парам один парам два то есть это может быть все что угодно мы сейчас для показа возвращаем парам то есть сумму парам один парам два давайте вызовем эту функцию это закомментируем вызовем просто пишется название функции а попробуем итак мы себе поставили параметры передачи аргументов исключения сейчас разберем коротко попробуем код и получаем исключение сразу отсутствует два позиционных аргумента парам один парам два ага если мы прошли функцию пролетели и не знаем даже что как то мы что начинают люди и вот изучает джанга а начинают набирать смотрите это 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 не шутки это уровень ужас сейчас вам покажу вы сами убедитесь это страшно хотите запустить другой отмены нет а вот давайте проверим ох мне надо сейчас пока отойти но я сразу чтобы вы подумали пока потом я продолжу смотрите сколько людей это вот тут убрать сейчас вот это парам один парам два потому что это конкретно но если вот так набрать сколько людей проскочили функции десятки тысячи сотни а эти вещи должны считываться и решаться элементарно на самом деле на самом деле вот это результат чего результат вот именно такого изучения когда человек просто проходит язык да вот подряд прошел он как я говорил прошел типы данных толком не понял что это такое прошел дальше пролетел функции и в конце концов что образовалась каша лепить то куда кость где кость ребята это всегда функция в современных языках которые мы по крайней мере изучаем значит вторая причина не знают что изучать и как это изучать то есть при постановке задачи мы себе ставим задачу первое разобраться в параметрах в школе мы разбираемся в данном случае это как переменные это позиционные параметры передача аргументов многие программисты и параметры называют аргументами ну это просто как тут сказать зачастую просто выбрасывая и это оставляя за кадром что аргументы потому что сказать если полную фразу то данная функция принимает два обязательных позиционных аргумента да то есть парам 1 принимает какой-то аргумент и парам 2 какой-то аргумент мы их должны указать здесь указываем 5 и 6 или там любое число абсолютно ну например там 5 и 6 нам даже подсказывает да среда после этого запускаем и действительно функция отработала давайте сделаем ну вообще-то сделаем так чтобы вам было понятнее перезапустим и действительно смотрим да непонятно почему потому что Python например работает с функциями как с обычными переменами что очень удобно но когда мы поставим скобки язык будет понимать что это именно функция и видим что видим правильно опять два позиционных аргумента не хватает потому что в данном случае язык рассматривает как новое поэтому перепишем пусть делаем вот так и перезапустим и получили число 11 получается нам надо научиться считывать параметры сразу понимать какие аргументы мы будем передавать и исключения язык уже выдал ошибку тут вполне понятно что ошибка строка 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 плюс число можно сложить вася плюс 5 ну теоретически можно но язык на это не пойдет правильно строк но int то стр то есть число и строка не получится складывать это исключение зачем я это рассказывал есть сайт spb-retude.ru либо там в вашей школе именно этот метод начиная с функции еще много другого я показываю закрепляем на практике что такое практика это работа с документацией но тем не менее даже то что мы прошли по параметрам я сейчас вам докажу что вы уже кое-что начали разбираться а вот посмотрите теперь код немножко другой тога прекрасная вещь которая будет очень классно работать в мобилах уже она такая хорошая исходный код коры тога винтов вот берем код смотрим исходный код метод init классе но мы видим тоже здесь параметры мы видим что здесь id none title none то есть что нам это будет говорить это будет говорить то что если мы ничего не изменим то так как это по сути дело окно то оно запустится с параметрами по умолчанию потому что везде присвоено значение просто пока не отойди но он может быть призной нет заголовка но он может быть назначен позиция определенная размер 640 на 480 то есть так дальше смотрим код то что мы только с вами проходили а здесь смотрим дальше допустим метод title self title то есть это обязательный параметр если мы не внесем title заголовок то код выдаст ошибку но здесь у нас уже есть да то есть обязательно но у нас уже прописана переменная да то есть оно выведет почему потому что вот оно показано но тем не менее даже после этого короткого урока вы уже знаете куда смотреть это уже неплохо ну что ж давайте-ка наберем ремикс это id solidity нас интересует все-таки сейчас solidity откройте id у вас она будет немножко по-другому выглядеть далее вот здесь вот внизу не вот здесь вот вверху workspace это рабочий а вот здесь ниже нажмите создайте файл fan test расширение sol точка sol а теперь давайте-ка напишем сначала откроем во-первых документацию да по солидности с чего изучать язык программирования солидность ну наверное вполне логично что это язык для создания контрактов то есть контракты иными словами это какие-то условия которые должны выполняться давайте-ка откроем контракты и посмотрим и мы видим в принципе находим здесь function вот с нее мы и начнем разные функции да но начало с function это то что записывается в контракте мы с вами написали первый код ну логически но наша с вами задача посмотреть а что здесь будет чем-то отличаться логика функции нет нет не будет отличаться сейчас сразу допустим некоторые исключения здесь ключевое слово другое но ведь это не отличие ну в python dev в solidity function какая разница в kotlin там fun в javascript function без разницы на самом деле ключевое слово и так понятно что я ключевое слово далее название функции то же самое далее опять же параметры сейчас мы не будем записывать чтобы не путать вас да немножко на другое обратил внимание просто немножко по-другому но весь принцип то же самое ребята вот мы изучаем здесь python kotlin javascript скажите пожалуйста вот когда я изучаю python javascript то открывая четвертый язык как вы считаете я смогу написать функцию элементарно в этом весь суть вся суть единственное что нам надо понять следующие вещи так как язык контрактов имеет некоторые особенности но сам смысл то есть вот у нас в python было ключевое слово название параметры тело функции с возвратом здесь абсолютно то же самое ключевое слово название тело функции только здесь обозначается фигурными скобками да и хрен с ним и будет тело функции с тем же возвратом то же самое но принцип что здесь разбираться когда понимаешь одну функцию будешь понимать другую в любом языке начнешь писать давайте-ка попробуем без параметров сейчас понять простые вещи возьмем мы уже про типы с вами знаем но здесь есть свои определенные типы ну например целое число есть тип инт оно во всех языках интежер целое число он так и называется здесь есть инт и юинт мы возьмем юинт просто разное число бит пока это не просто тип где мы сможем потом после точки 256 32 но это уже все потом в любом случае для нас это целое число и объявление переменной здесь немножко по-другому то есть указывается тип если допустим в языке программирования python что мы делали мы просто тупо сразу объявляли переменную да потом передавали параметры аргументы то есть то здесь нам надо как в языке допустим программирования котлин как в javascript просто по-другому мы берем нам один объявляем переменную присваиваем значение ну пусть будет у нас 10 да здесь еще есть точка запятой что конец операции берем вторую переменную тоже это юинт нам два пусть пусть это будет 10 и тоже ту же переменную берем как мы делали уинтсу так сделаем нам один плюс нам два вернуть что возвращает функция то есть что будет на выходе переменную нашу юинтсу но сейчас будут исключения просто это некоторая особенность языка которой просто надо один раз разобраться попробуем скомпилировать да не можем то есть parser r не знает версию солидности ну один раз выучить надо то есть вверху надо записать версию солидности при помощи ключевого слова pragma solidity то есть какой версии виртуальной машины обработки кода возвращаться то есть обрабатывать будет здесь указано версия более или равно 0.7 но менее равно 0.9 сейчас там 0.8.7 да допустим то есть будет 0.7.1 0.7.2 все версии будут обрабатывать опять попробуем скомпилировать что-то не то да вот здесь просто начинают начинают смотрим строка десятая строка 10 а что у нас 10 строке правильно здесь имеет смысл понимать что это контракт хотя функции могут писаться и за контрактом но так как это первый код поэтому здесь контракт ведь мы пишем контракт вот это и есть понимание этого языка да что здесь он предназначен для создания контрактов поэтому изучать допустим язык солидность солидити и не изучать другие языки это в принципе будет утопия это язык направлен только на контракты больше ничего поэтому надо обязательно изучать кроме этого язык общего назначения пусть это будет контракт называться mine wind откроем понятно что нам надо закрыть попробуем запустить опять что-то не то абсолютно верно 12 что у нас не так что не так ну во-первых точку запятой опять компилируем и получаем несколько предупреждений то есть вот так мы изучаем функцию и я вот смотрю на язык да потому что я знаю котлин я вижу но визиблий специфик паблик то есть это как и джава это я вам к чему говорю когда ты знаешь другие языки поэтому направляю вас да но визиблий специфик от это паблик то есть я четко понимаю что он у меня просит показать зону видимости в принципе для контракта это вполне логично надо ведь четко определить это же контракт это связано с деньгами это публичный или не публичный значит что нам надо здесь допетрить функции кроме как в python значит надо зону видимости указать хорошо пусть это будет публично но я думаю что мы еще получим исключение давайте посмотрим вот это желтенькое то есть это предупреждение он просто говорит ну лучше всего написать лицензию может сказать не писать но напиши ну давайте напишем наш тип лицензии чтобы не нервировало да ну типа там лицензия какая-то какая-то да либо там мид либо то-то и скомпилируем все это убралось теперь мы смотрим еще ретум и вот у нас подчеркнуто подчеркнуто то есть опять просто добавляется особенность к функции какая а в солидите для того чтобы вернуть значение надо сказать ему что я буду возвращать значение почему опять логически все связано с деньгами поэтому я говорю что я буду возвращать ключевое слово ретум то я точно буду возвращать то есть я мог писать бы код но я сначала говорю языку в виртуальной машине ведь дело связано с блоками где должна быть четкость точная большая точность поэтому я говорю я точно собираюсь возвратить значение вот мой ретум возврат да но опять я скомпилирую опять должен получить какое-то исключение давайте еще раз посмотрим а что ты будешь спрашивать function public ретрус что он показывает что ты собираешься возвращать видите вот галочка что правильно а теперь подумайте а теперь подумайте опять же мы работаем с блоками я здесь понаписывал кода что вроде как работаем с деньгами там должно быть там допустим 10 там биткоинов а я взял и сделал таким образом код ну не я а хакер да что выводится хай вася денег немая строка не это нельзя допустить поэтому солидите говорит укажи четко что ты будешь возвращать я говорю я буду возвращать именно тип целое число you int но я думаю что еще бы было еще было бы здорово что-то здесь что-то здесь доделать в плане в плане безопасности вот смотрите еще один остался фрагмент ну он мне пишет декларирование правильно я не зря это написал всегда надо смотреть как пишутся переменные в языке например в котлин там стиль горбатого в языке python через нижнее подчеркивание в котлин функции горбатого то есть вторая часть идет с большой буквы поэтому вот эти вещи они все должны смотреться сначала логически будет было бы написать с маленькой буквы давайте перепишем сейчас и попробуем запустить это мы исправили для себя ищем дальше а что не так правильно а не так так как нам же надо возвращаемое значение это тоже особенность языка всего лишь особенность давайте попробуем вот так написать тип значения тоже целое число которое будет являться суммой потому что это работа с контрактами он направлен только на контракты попробуем но у нас получается какое-то предупреждение все правильно смотрим 16 абсолютно верно здесь есть еще такие вещи а вот представьте есть функции которые я сказал взять эфиры одни с вторыми а потом допишу еще функцию и вообще появится любая другая сумма поэтому функции солидность предусматривает еще одну вещь ничего не менять то есть состояние функции не должно измениться давайте попробуем запустить смотрим какое предупреждение в данном случае у нас еще осталось здесь мы поставили view вот сейчас предупреждение то есть она будет работать я не все записал изменение переменных состояния иными словами переменные могут там меняться да создание других договоров использование самоуничтожения то есть я запрещаю все операции кроме тех которые есть я поставил ключевое слово которое предусматривает view показать но он мне в принципе говорит ты можешь пустое значение оно и так будет работать то есть а безопасность могу по другому просто взяв ключевое слово по здесь оно пишет как мы видим уже другого цвета да оно просто это как говорится уже рекомендация изменчивость ключевого слова функции может быть при помощи по да то есть я могу оставить либо view точно не изменится либо мог бы поставить вот так после этого все исключения пропадают вот сейчас мой контракт отработал дальше я его разворачиваю deploy первым мы делали контракт смотрю здесь fine unit 20 все правильно да но тем не менее ребят посмотрите на самом деле то мы параметры просто пока не трогали но если вы присмотритесь то функция состоит из тех же вещей да немножко по-другому записываются переменные да добавлено так как языку несколько вещей это то есть кто может считать функцию дальше можно ли изменять или нет и то что возвращать но тем не менее это мелочи они есть в разных языках по-разному но само тело функции и то что функция имеет тело имеет параметры мы уже чуть позже ими займемся и имеет возврат это как во всех языках поэтому когда вы изучаете несколько языков то в принципе вот солидите ну сколько мне понадобилось минут 5-7 мне понадобилось посмотреть что вот это то есть берем и сразу пишем и здесь мы ставим абсолютно ту же задачу ребят то есть вот эти все вещи которые мы сейчас уже начали проходить в солидности нам надо изучить досконально чтобы код можно было считывать этим размышлять мы будем а это функция публичная или нет или приватная а мне надо изменять код или не надо а что я собираюсь возвращать это все должно прокручиваться в голове вот эти вещи мы будем изучать и начнем с функции скажите я что-то сложное рассказал все банально просто объяснить нормально правда правда итак ребята солидность мы изучаем на сайте d app spb-tu.ru так что вперед все получится неразбор подогнал то это что скрепл что как Продолжение следует...